На внеочередном заседании Гордумы на повестке дня был один вопрос об изменении в решении Гордумы по бюджету. Изменения в подпрограмму комплексное благоустройство территории города Кстова на 2011-2012 год, в программу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на 2009-2012 годы и изменения в муниципально-целевую программу социально-экономического развития города Кстова. Начальник отдела бюджетного планирования Наталья Шипунова огласила изменения. Так, дополнительные средства по комплексному благоустройству территории города Кстова на 2011-2012 год предлагается выделить. На ремонт дорог и тротуаров. Устройство пешеходного тротуара от дома номер один по проспекту Капитана Рачкова до села Великий Враг. Ремонт дворовой территории дома 29 во втором микрорайоне и дороги по улице Завьялова. На организацию автопарковки на улице первостроителей дома 3 и 2. Ремонт дороги в третьем микрорайоне дома 18 и 19. Дворовой территории проспект Победы 5. Содержание мест захоронения на кладбище в деревне Студенец, а также подготовка территории под захоронение на кладбище на улице Магистральной. Содержание спортивных площадок. Целесообразность принятия решения по устройству пешеходного тротуара от дома номер один по проспекту Капитана Рачкова до села Великий Враг у некоторых депутатов вызвала сомнение. Она захватывает четыре водовода. Я считаю, этот вопрос надо положить на следующую дому, а на комиссию рассмотреть. Зачем мы будем сейчас деньги закапывать, если там начнутся время какие-то работы. Тем более, они планируют там утечку в стране. Там как раз они проходят четыре водовода, вот именно поэтому поле. Ну, проходит. Пересечение с пешеходного тротуара мешает ремонтировать эти дороги. Если они будут ремонтированы, то провод начнутся восстанавливаться. Я обращаю внимание на этот пункт, что очень много обращений от депутатов, от граждан, что не могут дойти до церкви всего Великий Враг. Если тарифа сама по себе, задумка, она хорошая и нужная, наверное, делать. Если будет аварийная ситуация, будут скрывать это полотно, потом будет восстанавливаться. Правильно? Здесь прокол можно сделать? Либо прокол. А нас не у нас. Заложили по минимуму схему саму. Надо было собрать подпись, чтобы запомнили просто водоканалы и тех служб, чьи коммуникации проходят на данном участке. Ремонт жилых домов вызвал горячий спор среди депутатов. Высказано мнение о том, что домуправляющая компания должна осуществлять ремонт домов за свой счет. Ситуацию прокомментировал Сергей Давыдов. Здесь как бы вот так однозначно говорить, что это проблема управляющей компанией, я бы не сказал. Почему? Потому что есть собственники жилых помещений и нежилых помещений. Чаще всего они физические лица. Государство, когда в 1992 году гарантировало, что после приватизации оно компенсирует те затраты на капитальные ремонты, оно фактически бросило собственников, бросило жителей. И государство сейчас никоим образом не хочет выполнять свои обязательства. Хотя статья 16 закона приватизации до сих пор действует, и обязательства государства еще остались. Если здесь речь идет о том, что идет ненаверие конкретно управляющей компании, вопросов никаких нет совершенно. То есть можно провести конкурс, можно найти подрядчика со стороны администрации. То есть я никаким образом не претендую на какое-то распределение денежных средств и так далее. То есть жители этих домов не накопили денег, а деньги сейчас одного дома на ремонт другого дома не распределяются. Никто такое решение не принимает. Управляющая компания сама не принимает решение таким образом. Только жители. Так вот, они будут, условно говоря, замерзать. Тот же площадь Ленин-10. Это дом, который все знают. Вот здесь вот находится этот третий округ, как раз округ Натальи Викторовны. В данный момент, в данный момент, речь не идет о выгоде какой-то управляющей компании. Речь идет именно о том, чтобы жильцы конкретных домов нормально, спокойно пережили зиму. И для того, чтобы не было перекосов между управляющими компаниями, необходимо, обязательно, необходимо делать на следующий год, через год там, еще так, ну, многогодовую, скажем так, программу по капитальному ремонту домов, которые будут находиться в этой управляющей компании, в этой управляющей компании, у Гранды, НЭН и так далее. Жители города Кстовы уже давным-давно ждут, когда наконец-то будут ремонтироваться их дома. Федеральная программа по 185-му закону прекратила свое существование, значит, в плане капитального ремонта. Но это не значит, что мы с вами, мы с вами, депутаты, избранные народом, вот будем кидать, как государство кинуло, вот извините меня за такие вот слова, наших избирателей. Нельзя этого делать. Надо строить, надо ремонтировать вот эти дома, хотя бы эти дома в этом году. А другие дома в следующем году, по поводу Жуковского 4, огромная благодарность вот Евгению Бенеминовичу, то, что он услышал вот просьбы жителей и инициировал вот эту вот проблему. Там на самом деле дом, значит, в котором, значит, в панелях система отопления. Прошлый год, для того, чтобы там было нормальное теплооснабжение, там постоянно сливали воду, то есть делали принудительную циркуляцию. Так вот, чтобы этого не было, жители этого вот в этом году, они провели общее собрание, из своих средств направили деньги на проектирование, сделали проект за свои деньги. У них есть порядка 300 там с небольшим тысяч рублей накоплено, они эти деньги добавят, это как софинансирование будет, вот, и просят переделать, сделать реконструкцию этого дома. Это единственный дом вот такой вот, остался в городе Пстово. Например, второй микрорайон дом 12, 7 лет тому назад, тоже за счет бюджетных денег, был отремонтирован. Значит, просьба создать комиссию и выбрать подрядчика комиссионных. Деньги все могут быть, то есть сметы там и так далее. Акты выполненных работ будут проверяться как с собственниками, так предлагаю проверять их и рабочей группой в составе депутатов. Спасибо, я все. Тема ремонта домов так называемого старого фонда продолжил Евгений Шкляр. Большинство жителей этих домов, пенсионеры и большей частью не могут во всей полноте существовать полную оплату ремонта домов. Поэтому тема помощи средствами бюджета актуальна. О комплексном подходе к благоустройству городских территорий высказался глава администрации Эдуард Силахудинов. Есть вот видение администрации такое, что, понимаете, происходит дергание туда-сюда. Мы делаем в одном месте, а рядом у нас дороги, мы их не доделываем. Вот сейчас предусмотрены те объекты, чтобы комплексно хотя бы двор уже был сделан, чтобы мы к нему не возвращались. То есть сейчас вот по областной программе идет ремонт по улице Театрами, дом 10-13. А если мы зайдем с другой стороны детского садика 20-го, то дорога там разбита и не сделана. И она не заложена. Видение администрации такое, что надо закрывать вот такими участками. Вот здесь, например, 3-ми краем 14, 18, 19. Там ремонт этого территории позволит в комплексе закрыть эту территорию. То есть там как раз половина сделана, а вот маленькая часть осталась и не сделана. Все. Весь вид, вот. То есть мы ездим по дороге, потом переходим и в это. Таким образом, работа по программе благоустройства города будет проводиться так, чтобы благоустроенная территория выглядела эстетично и имела завершенный вид. Прозвучало мнение о том, что вопросы финансирования ремонта домов, в том числе дома 10 на площади Ленина, должны быть отложены для проработки на комиссиях. Но, как выяснилось, счет идет на часы, и принимать решение необходимо неотлагательно. В процессе дискуссии Олегом Захаровым было предложено рассмотреть два варианта решения. Первый. Принять без купюр редакцию о внесении изменений в бюджет. Второй. В результате голосования изменений под программу комплексное благоустройство территории города Кстоуна 2011-2012 годы большинством голосов было принято без изменений. По остальным пунктам депутаты были единодушны в принятии решений. Было очевидно, что стремления городских парламентариев активно направлены на изменения лица города, празднующего в этом году свое 55-летие. Помимо основных тем на заседании в рамках повестки дня был поднят вопрос о принятии активных мер по пресечению незаконной установки сети связи в хстовских домах. Тема эта давно уже будоражит жителей города, и то, что она имеет большой общественный резонанс, во многом определило ее рассмотрение на городской думе. Видеоматериалы по данному вопросу смотрите в следующем эфире телеканала «Связист» во вторник. Продолжение следует...